В Сырымском районе подтопленными оказались шесть населенных пунктов. Дома некоторых сельчан в настоящее время непригодны для жилья. Кто-то сейчас находится у родных и близких, другие в эвакуационных пунктах. Восстановить жилплощадь – дело непростое. Для этого нужны немалые средства. Чтобы определить нанесенный ущерб и оказать помощь пострадавшему от паводка населению, была создана специальная комиссия. Как известно, на территории Сырымского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Подтопленными оказались 236 домов. Члены комиссии, в состав которой входят госслужащие, представители различных организаций и депутаты, со вчерашнего дня осуществляют обход и занимаются техническим обследованием. Затем будет принято решение – либо восстановить дома, либо построить новые. Кроме жилья, некоторые семьи также лишились скота. Выплачивается каждым пострадавшим материальная помощь. Размеры 184 тысяч 7236 домов потопленных. Сейчас поступает гуманитарная помощь от различной организации, от общественности. Мы уже раздаем, волонтеры работают. Я хочу сказать, что заверить, что никто пострадавший не будет забыт и всем будет оказана материальная или иная помощь. На сегодняшний день материальную помощь получили 54 семьи, чьи дома пострадали. Дальше члены комиссии будут работать над тем, чтобы как можно быстрее восстановить или построить жилплощадь. Ведь многим идти просто некуда. В эвакуационном пункте сегодня живут 29 человек. В составе специальной комиссии мы проводим обследование жилых домов. Всего непригодными признаны 52 дома. Эта работа продолжается. Мы еще не все осмотрели. Конечно, люди пострадали и понесли убытки. Но главное, что обошлось без жертв. Пострадавшие семьи полностью обеспечены продуктами питания, одеждой и медикаментами. Весомую помощь также оказывают волонтеры и бизнесмены.